В Новосибирске расследуют гибель ребёнка в детском саду. Трагедия произошла во время прогулки на игровой площадке. Четырёхлетняя девочка застряла между ступеньками горки. Когда подоспели взрослые, было уже поздно. Что в тот момент делала воспитатель? Отвечает ли оборудование требованиям безопасности? В ситуации пыталась разобраться наш корреспондент Елена Макарова. Воспитатель, когда голову засунула. А дальше что? Потом позвала воспитательницу. Она кричала? Что кричала? Что надо ей спасти. А когда её вытащили, что это с Викой было? Она заснула. Пятилетняя Даша повторяет то, что буквально пару минут назад рассказывала следователям. Она была рядом с четырёхлетней Викой, когда девочка решила посмотреть на небо через ступеньки лестницы этой горки. Воспитательница рядом не оказалась. Вика умерла от асфиксии. По словам свидетелей, на прогулку на эту детскую площадку вывели около 20 малышей. Группу сопровождал всего один воспитатель. Как пояснили в районном отделе образования, это всё в соответствии с нормами. Следователям сейчас предстоит выяснить, чем занималась педагог, когда ребёнку потребовалась помощь. Ты побежала к воспитательнице. Чем воспитательница занималась? Что делала? На телефоне всё занималась. По телефону разговаривали? Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. По словам родителей, воспитательница работала в этом детском саду несколько лет. Она достаточно опытный педагог, психолог по образованию. Дети её любили, и многие родители не понимают, как могла случиться такая трагедия. У меня ребёнок тоже любит кататься на горке. Во дворе есть горка, как мы идём домой, на металлической горке катаются. Там видно, на той горке ребятишки застревают, нога застревает, останавливаются. Ну а здесь всё закрыто, всё сделано идеально. Я не знаю, где там можно застрять. Вот она. Берега, да? Да, вот. Эту игровую площадку установили всего три года назад, после реконструкции детского сада. В компании, которая монтировала горки и карусели от официальных комментариев, отказались. Но в телефонном разговоре уточнили, что на все конструкции, проведённой работы, есть необходимые сертификаты. Документы были предоставлены заказчику, мэрии Новосибирска. И поэтому считают ЧПС «Девочка» лишь трагической случайностью. Однако, как говорят специалисты, сертификаты эти добровольные. То есть производитель не обязан руководствоваться определёнными нормами при создании объекта. А вот тот, кто принимал этот объект, должен был предусмотреть всё. Если детская площадка находится на территории детского сада, то ответственность за эксплуатацию этой площадки, за её использование, за качество, за безопасность этой площадки несут как руководители дошкольного учреждения или школы, если она там находится, а также руководители профильных региональных органов образования, которые также ведут контроль за школьными и дошкольными учреждениями. Сегодня существуют государственные стандарты, общие требования для подобных игровых площадок. Но в разделе о безопасности прописаны так называемые риски по ГОСТу. И в них значится такой пункт, как непредусмотрительное поведение ребёнка. В управлении образования собираются провести проверку игровых площадок во всех городских детских садах. Вот этой фирме, которая изготавливала эти городки, мы, безусловно, предъявим претензию с точки зрения доработки дизайна и, наверное, каких-то моментов, связанных с безопасностью, коль уже такой случай произошёл. На вопросы журналистов администрация детского сада отвечать отказалась, но стало известно, что воспитательница уже уволена.